Иногда в социальной сети, в ленте новостей попадаются довольно-таки важные, можно сказать, сообщения, которые показывают очевидное, то что мы не замечаем. У нас много христиан в стране, можно даже сказать подавляющее большинство, и вот такой вот пост апокалипсис отменяется навсегда. Я услышал число, отмеченных печатью. Было отмечено 144 тысячи человек, и это были люди из всех родов Израиля. Откровение апостола Ивана Богослова, Новый Завет. И вот он пишет, что церковники дали бы любые деньги, чтобы убрать откровение из Нового Завета, но, как говорится, слово не воробей, вылетело так вылетело. Это фраза Иоанна по 144 тысячи евреев, которые спасутся, камня на камне не оставляет от христианской доктрины о спасении и спасителе. И вот он объясняет, в чем тут такая вот коллизия получается. Что апостол Иоанн, который, в отличие от вас лично слышал Иисуса, прямым текстом говорит, спасутся в судный день только евреи и только числом 144 тысячи душ. То есть, если вы не евреи, вы не спасетесь. Он задает вопрос. Эти слова говорит не какой-то ушелый поп-толкователь Священного Писания, а апостол, лично знавший Христа. Но проблема в том, что и праведным евреям не видать спасение, как своих собственных ушей. Почему? Да потому что праведный еврей не признает Христа Спасителя ни Богом, ни даже пророком. Так может быть, спасутся неправедные евреи? Тоже нет. Апостол употребляет слово «запечатанные». Запечатанный значит праведный. Тот, кто верит в Иегову, соблюдает Кашарут и Субботу. В общем, радуйтесь, апокалипсис отменяется. С праздником Велесовой ночи или как Хэллоуина по-модному. Ну, раньше был праздник, когда осень заканчивалась Велесова ночь. Ну, тут он дает для иллюстрации просто картину Ильи Глазунова. Вот он говорит, что просто для иллюстрации картина взята. Собрание народа. Лик. Ну, открыть вот тогда вот эту главу седьмую, как тут говорится, в откровении. И вот читаем. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю. Ну, то есть, вот делать апокалипсис. Говоря. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревом, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Вот видите, вот именно на челах. И слышал число запечатанных, запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. И тут перечисляются эти колена. Двенадцать колен по двенадцать тысяч. Но вряд ли вы принадлежите к колену Рувимову, потом колена Гадова, колена Осирова, колена Нефалимова. Вот эти колены перечислены. Так что, видите, вот он, это официальный текст. Вот мы сверху сейчас глянем. Откровение Ивана Богослова. Источник Синодальный перевод РПЦМП. Дата создания 1815-1875. Опубликовано в 1877 году. Так что, видите, тут надо каждому задуматься. А вообще, а во что все верим тут? Как, что быть? И тут, если посмотреть, что раньше тут было, вера то была же какая-то на этой земле, на славянской. С давних времен она была, ей по меньшей мере 45 тысяч лет. Современные наследники этой веры предпочитают называть ее родноверием, нежели чем язычеством, чтобы не вызывать негативные ассоциации, навешанные на это слово за века христианских гонений. Христиане приписывали и до сих пор приписывают язычеству самые зверские и ужасные вещи. Поэтому не сведущий человек может испугаться, встретив упоминание слова язычества. И тут вот родноверие, это природная духовность, она присуща душе человека изначально. Родноверие, это прежде всего мироощущение, а уж затем миропонимание. Родноверие не произошло от какого-то одного родоначальника, не имеет единого священного писания, единого канона, который обязаны исповедовать все. Ну то есть у всех народов есть своя религия, но видите как экспансия вся идет, сейчас финансовая экспансия в 20-21 веке. А чтобы она случилась, должна была раньше быть такая духовная экспансия. Так что тут в мире все взаимосвязано и все продумано. Это мы так думаем, что так оно все пришло, традиции, традиции формируются, традиции просто так не берутся. А что было 2000 лет назад? У славян сейчас 7528 год, а не 2020. Тут много всего. Петр Первый отменил тогда. Уже все в этом позабыли и обрезал всю историю, которая раньше была.